В этом фокусе я буду использовать три игральные карты. Две красные карты и одну черную. Ваша задача следить за черной картой очень внимательно. Я буду перебрасывать ее вот так вот из руки в руку, а вы должны просто за ней следить. Но имейте в виду, я буду ускоряться, поэтому будет достаточно сложно. Вот смотрите, сейчас будет сложная часть. Как вы думаете, где она? Слева, по центру или справа? Если вы думаете, что она по центру, вы проиграли, потому что она находилась здесь. Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Нер Янг. Сегодня у нас очень простой фокус с картами, который вам точно понравится. Но перед этим обязательно поставьте лайк. Ну а если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также спонсор этого видео это магазин игральных карт 54cards.ru. Там на эти огромный выбор карт, но я хочу обратить ваше внимание на очень крутой фокус для детей. Меч сквозь кольцо. Это очень милый и прикольный эффект, который удивит даже взрослого. И ссылка на покупку этого реквизита будет в описании. Также от меня вы получаете промокод на скидку 5% на любую вашу покупку в этом магазине. Ну а мы переходим к обучению на сегодняшний фокус. Для того, чтобы повторить этот фокус, вам понадобятся три любые карты. Разумеется, используйте контрастные карты. То есть, если зритель будет следить за черной картой, то возьмите две красные карты, которые максимально от нее отличаются. И в целом здесь все очень просто. Мы берем эти три карты. И если вам не жалко, для вашего же удобства я советую их вот так вот немножко согнуть. То есть мы просто ставим вот здесь 4, здесь большой и вот так вот сгибаем дугой. Их будет легче поднимать вот таким вот образом и перемешивать. То есть вы будете делать это быстрее. Опять же, слишком быстро не надо здесь показывать этот фокус. Потому что, когда вы реально перемешаете супер быстро, зритель точно не найдет, ошибется. И из-за этого, скорее всего, найдет эту карту. Сейчас объясню почему. Потому что он будет следить не за той картой на самом деле. У нас есть две красные, мы их вот так демонстрируем. И одна черная, за которой он должен следить. Берем мы их большими и средними пальцами. И безымянными подхватываем нашу центральную карту. Либо же можно взять большими указательными и подхватывать средним. Как вам удобнее. Показываем вот так вот, перекидывая ее на стол. Из одной руки в другую. Начинаем потихонечку ускоряться. И в определенный момент мы начинаем их прям перемешивать. И зритель следит за тем, как мы бросаем. Он привыкает к этому движению. И в один из моментов, вместо того, чтобы бросить нашего туза, мы сбрасываем указательным пальцем верхнюю карту. Которой является красная карта. И он начинает следить уже за ней, а не за тузом. Вот, в принципе, и весь секрет. То есть мы перебрасываем, перебрасываем, перебрасываем. Сбрасываем вот так. И после этого нужно продолжать перемешивать. Мы бросаем одну в эту сторону, одну в эту. Зритель следит за ней. Но туз находится здесь. И он будет следить за ней, а мы их будем просто перемешивать. И он скажет то, что вот здесь находится туз. И ошибется. Надеюсь, вам понравилось это видео. Понравился сам фокус. Пишите мнение о фокусе в комментариях. И не забудьте подписаться на канал. Здесь огромное количество фокусов. И вы точно найдете такой, который вам понравится. Ну а с вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok